Роман Бурмистров Машина со спецсигналами, экскурсия по базе спасателей. Роман Бурмистров не привык говорить много о себе, больше о работе. Он гражданский человек, но в семье его было несколько поколений военных. Сам он признается, что для службы в такой структуре необходимо пройти хотя бы через армию или военное училище, чтобы лучше и быстрее понимать, почему начальство в чрезвычайных ситуациях отдает строгие приказы, а не уговаривает помочь. Время может стоить очень дорого. Медали это за Дальний Восток, эти две за пожары 2010 года. Это медаль юбилейная, был за прошлым годом юбилей гражданской обороны. Это нагрудный знак от губернатора. Военное училище, армия. Затем Роман пошел в МЧС. Тогда министерство только начинало свое развитие. Создавались первые поисково-спасательные отряды за счет областного бюджета. На свое первое дежурство Роман заступил в составе 8 человек. 8 спасателей на всю Рязанскую область. У них была одна машина и самое необходимое оборудование. Значит, первый автомобиль у нас был УАЗик, Буханка. Вот. И лично мой первый выезд был на улице Халтурина в двухэтажном доме. На втором этаже закрылась дверь, а внутри был ребенок находился. И, по-моему, была пища на плите. То есть газ был включен. Вот это был мой первый выезд. Открыли дверь с помощью снаряжения. В общем, все прошло удачно. Теперь Роман – начальник аварийно-спасательной службы и поисково-спасательной службы на воде Рязанской области. Он утверждает, что за все время работы не было ни одного похожего один на другой выезда. Но есть те, которые запомнились особенно. Пожары 2010 года. Наводнение в 2013 году на Дальнем Востоке. По-моему, в 2004 или 2007 году. Значит, было совершено два террористических акта. Были взорваны самолеты, один из которых упал на границе Рязанской и Тульской области. Туда мы ездили. Ну, наверное, взрывы домов у нас были газа и в районах, и здесь, в городе. Такие случаи запоминаются, потому что они сложные. При крушении самолета живых не было обнаружено. Рязанские спасатели работали в связке с прокуратурой. Поиски черных ящиков, разбор завалов, изучение частей самолета. На Дальнем Востоке подразделение в том числе помогало и людям. Разворачивали пункты временного размещения людей. В один из таких пунктов как-то своевременно не прибыла вечером пожилая пара. Мы ее искали, в общем-то, среди ночи нашли. Доставили в этот пункт временного размещения. Гуманитарная помощь, посчитанные до одного граждане. И, конечно, спасение людей и материальных ценностей. Все это задачи спасателей. Выполнить их они должны в любых условиях. Когда воздух непригоден для дыхания, спасатели используют вот такие баллоны с сжатым воздухом. С обычным, которым мы дышим. Если же работать приходится в зоне химического заражения, то сверху этого снаряжения одевается специальный костюм. КИХ-4. Костюм индивидуальный химический. Он универсальный. Его можно подогнать под спасателя любой комплекции. Надеть костюм можно только при помощи еще двух спасателей. Здесь существует возможность подключения спасательного устройства, то есть дополнительной маски, с помощью которой можно вытащить, вывести человека из зараженной зоны. Одного баллона с воздухом хватает спасателю в среднем на 50 минут. Затем его можно зарядить с помощью компрессора на бензиновом двигателе. Все продумано заранее. Мы аттестованы на 10 дней автономного существования, то есть по большому счету отряд можно вывезти куда угодно, на 10 суток оставить. Вода, еда, электричество, как бы у нас все автономно. Вот, в частности, вот полевая кухня, полевая баня у нас есть. У нас даже стиральная машинка, которая работает в полевых условиях. В машине есть мобильные двигатели, работающие на авиационном топливе. Они могут обеспечить работу гидравлического инструмента, например, этого цилиндра двухштокового. Основное его предназначение для устройства лазов в завалах, для перемещения, подъема и удерживания в приподнятом состоянии различных тяжелых предметов общей массой до 12 тонн. Здесь есть и генераторы для электрического инструмента, больших перфораторов и отбойных молотков. Они бывают полезны при разборе завалов разрушенного дома. Если есть необходимость, к автомобилю можно прикрепить прицеп. Туда можно положить большие надувные палатки, лодки грузоподъемностью до 800 килограмм и все то оборудование, которое расположено в специальной кладовой. Бензопилы, автономные сварочные аппараты и многое другое. Вот эти носилки, называются они УТ-2000, стоят на вооружении войск НАТО. И у нас они есть. Их особенности делятся пополам, переносятся, как рюкзак. Вот. При своем весе в 6,5 килограмм грузоподъемности их носилок 140 килограмм. С помощью этих носилок можно надежно закрепить человека и в дальнейшем транспортировать его даже на вертолете. А эти предназначены для транспортировки людей на снегоходах. Зимой понятно, что любыми видами транспорта это снегоход. Значит, с помощью него ищутся люди в лесу, там где-то в полях. Значит, вот несколько лет подряд уже, когда в зимнее время большие морозы, снегопады, осуществляется патрулирование по федеральным трассам. Мороз, снегопад, пробка на дороге, закончившийся бензин в авто. Раньше это могло привести к гибели водителя. Сейчас спасатели при необходимости развозят гражданам чай и эвакуируют пострадавших до пункта обогрева или скорой помощи, с которой они работают чаще всего в связке. Для работы на практике, конечно, нужно пройти через множество тренировок. Даже на территории базы есть такая возможность. Это элемент полосы препятствий, где спасатели могут отрабатывать реальные ситуации. Например, такой блок они должны сдвинуть при помощи гидравлического инструмента, не вылезая из этой трубы. Полоса приближена к реальности. Спасателям максимально некомфортно проходить препятствия. В узких галереях им приходится тушить зажженный газ. В полном обмундировании тащить баллоны с воздухом перед собой, поскольку иначе в это сооружение невозможно поместиться. А вот это еще один тренажер. У нас вроде и федеральная программа была принята по снижению смертности на дорогах. Вот, то есть здесь все это отрабатывается. Два раза в год проводятся соревнования и регулярно, согласно плану профессиональной подготовки, теоретические и практические занятия. Разжать детали автомобиля, чтобы достать пострадавшего, срезать крышу. Это помогает находиться в рамках золотого часа, когда человеку нужно максимально быстро оказать помощь. На скорости реакцию проверяют себя спасатели и в манеже, расположенном на базе. Пожарные там отрабатывают навыки подъема по лестнице штурмовки. Вот они перед вами, пять штук лестницы штурмовка. Мы отрабатываем приемы транспортировки пострадавшего с высоты. Прорыв в развитии службы спасения пошел с 2010 года. Стоящее на вооружении рязанских спасателей техника сейчас является примером многолетних трудов, в том числе и тех энтузиастов, которые стояли у истоков структуры. Тогда же в 2010 году появилась и кинологическая группа. Собаки помогают искать людей, команда им отдается на немецком языке. Самый лучший день для спасателей – это отсутствие выездов, так говорит Роман Бурмистров. Глядя на тяжелые ситуации, в которые попадают люди, большой наградой за их труд становится только благодарные глаза спасенных граждан. Очевидно, что служба спасения развивается хорошими темпами. Роман Бурмистров не мог предположить в начале своей карьеры, что ждет его. Но он определенно верил, что энтузиазм его первой команды на старой буханке – это начало чего-то большого. Олег Пчелинцев Затем судил первенство Советского Союза, России. Бывал на крупнейших соревнованиях с заместителем главного судьи. Теперь стал не только в силу обстоятельств, но и по призванию – судьей всероссийской категории по мото- и автоспорту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова